Три, два, один, марш! Словно на Олимпийских играх, юные спортсмены начинают жесткую борьбу. Впереди километровая снежная трасса. Десятки лыжников укладываются по полной, чтобы получить знак отличия, готов к труду и обороне. Приехали раз за победой. Конечно, хотим занять первое место. Самому себе просто доказать, что ты можешь, что ты в любом возрасте можешь. Несмотря ни на что. Фестиваль интересный, разные конкуренты, виды спорта все в одном соревновании. Региональный зимний фестиваль ГТО проходит на горнолыжном комплексе «Гора Белая» под Нижним Тагилом. Команды соревнуются в выполнении нескольких нормативов, подтягиваются, отжимаются, а также демонстрируют гибкость, длину прыжка и технику вольного стиля в плавании. На старт! Участники фестиваля уверены, выполнить нормативы ГТО под силу любому. Самому старшему претенденту на значок 60 лет, самому младшему 10. Руки забиваются и становится тяжеловато, но пытаюсь справляться. Я думаю, что я справилась и довольна собой. В этом году показать свою спортивную подготовку решили около 200 человек. Команды приехали со всей Свердловской области. Главное, что люди занимаются физической культурой, спортом, они становятся более здоровыми. Ну и, конечно же, наше молодое поколение, оно приучается не только вести здоровый образ жизни, но и быть сильными, быть сильными не только физически, но и сильными духом. Зимний фестиваль ГТО продлится в течение двух дней. Следующий этап состоится в Ексеринбурге. В конце марта свои спортивные навыки продемонстрируют уральские трудовые коллективы. Кристина Прилуцкая, Радик Аскаров, Новости 4-го канала.